Дорогие друзья, программа Жанна Кун продолжается, и мы переходим в нашу гостиную. Сегодня у нас молодой, красивый, талантливый, увлечённый гостин. Ты про меня сейчас говоришь? Ты рядом со мной, а мы идём общаться с Диасом Аблаевым. Диас Аблаев – певец. Мама – известная певица Нагимай Скалиева. Папа – Александр Аблаев, дирижёр эстрадно-симфонического оркестра «Астана». Ценит в людях искренность и открытость, не боится экспериментов и никогда не строит долгосрочных планов. Доброе утро, Диас. Большое спасибо, что выбрали утречком время, заглянули к нам. Ну и поскольку утренний гость у нас, да, Свет, то и утренний, соответственно, вопрос. Как вы просыпаетесь? Насколько легко это вам даётся? В силу того, что мы с вами практически одной и той же профессией занимаемся, да, только я играю в спектакли, а вы поёте вечерние концерты или в клубах там и так далее. Я знаю, ложитесь поздно. Или рано. Или рано. Да, или уже рано. На самом деле, как придётся. Как приходится утром заставить тебя подняться, если надо? Ну, если особенно такая интересная программа, то с удовольствием встаётся при любой погоде. Это из-за света просто. Ну, конечно. А так очень тяжело. Мы с мамой очень любим поспать. Мы на перегонке спим. И особенно если пасмурная погода, то меня вообще не поднять. Но сегодня вроде нормально. Но вообще чаще мама будет или всё-таки будильник? Чаще всего мы просто просыпаемся. Никто друг друга не будет. Потому что знаем, что если кто-то друг к другу зайдёт, это чуть-чуть раздражает. Будь скандалом. Я вот с вашей мамой давно, очень давно знаком. Не скажу, что мы большие друзья, но мы близкие знакомцы и много раз пересекались. А вот с вами я, честное слово, познакомился вот здесь, сейчас, прямо вот на глазах наших телезрителей. Ну, давайте сначала нашим телезрителям скажем. А то вы мама, мама интрига. Мама на самом деле заслуженная артистка. Да, родная. Вот, народная артистка. Народная даже. Нагима Искалиева. Да. Мы с Нагимой давно очень знакомы, а с вами познакомились вот только сегодня. На самом деле мы с вами уже давно были знакомы. Видимо, я был тогда помоложе. Видимо, можно было. Это значит, меня уже просто по возрасту зрение подводит. Просто я был прям, я был счастлив. Ну, понятно, что ребёнок вырос в музыкальной семье, понятны ваши пристрастия и так далее. Но меня вот что ещё заинтересовало о том, что вы коллекционер. Вы коллекционируете кружки. Что это за кружки? Вау, откуда у вас такая информация? Я прошу... Это пивные кружки? Нет, это чайные кружки. Я очень люблю пить чай. И очень люблю кружки разные, помятые, большие, с ложкой, без ложки. То есть каждый раз, когда мои друзья или я куда-то летаю, я прошу привезти с этой страны. Особенно, если это такая редкая для посещения страна. То для меня очень будет приятным, если мне привезут кружку оттуда. А кто их моет? Так из них, вряд ли, пьют, это же коллекция. Да, я из них не пью, стараюсь не пить. И раз в год где-то меняю кружку свою. Потому что жалко. То есть кружки к чаю это принципиально? Я вообще знаю, очень много людей коллекционируют кружки к пиву. Они в разных формах. Ну подожди, Евгений, всё ещё впереди. С крышечками. Нет, это просто я хотел, это ваше принципиальное отношение к алкоголю или... Нет, не знаю почему, мне всегда нравились кружки именно чаю, кофе. А большие кружки для пива, они, во-первых, тяжело транспортабельны и неудобно некоторым вести. А про отношение к алкоголю не ответил, не сказал. Он красиво ушёл. Вернулся к чаю. Тем более с утра мы про алкоголь не будем. Ну а вообще, чем вы сейчас заняты? Что у вас происходит в творческой жизни? На самом деле я очень давно ничего не выпускал в плане музыки. Я был занят на съёмках, в конкурсах, Тюрк Вижн, на музоне выступал, на Гаку фестивале выступал. И были подготовки в основном к этим мероприятиям. Сейчас я полностью погрузился в студию, это студийная работа. Я очень долго искал ребят, которые могут сделать именно то, что я хочу. И я наконец-то нашёл и очень рад, потому что каждый раз этот процесс, это что-то новое, это что-то такое. Ну, я не знаю, я прям живу этим. Мне очень нравится это. Мы обязательно тему эту продолжим. А сейчас, уважаемые телезрители, мы сделаем для вас небольшую паузу. Посмотрите, пожалуйста, сюжет, а затем возвращайтесь в нашу гостиную. Дорогие друзья, мы возвращаемся в нашу гостиную, гостиную программы «Женакон». И сегодня у нас в гостях Диас Аблаев. Диас, мы поговорили о маме, но незаслуженно упустили папу. Ведь папа тоже известный музыкант. Да, дирижёр президентского оркестра эстрадно-симфонического «Астана», по-моему, называется, насколько я помню. Он сейчас живёт в Астане, и мы раза четыре в год встречаемся. То есть... Папа настоял, чтобы вы учились на скрипке играть. Он вам давал такое академическое образование. Не опередил. Да, он меня отдал на скрипку, я буквально три месяца проучился, уже переходил на смычок, и меня мама забрала оттуда, сказала, скрипачом много не заработаешь. А вот мне было жалко расставаться со скрипкой? Я тогда совсем маленький был, не соображал. Мне нравилось, я помню, играть, потому что у меня хорошо получалось вроде. Но когда я ушёл, ну и как-то не почувствовал. А сейчас каким-нибудь инструментом владеете? Я очень хочу научиться на гитаре играть, к сожалению, не владея никакими инструментами, потому что не приходилось. Насколько мы знаем, у вас нет специального музыкального образования, то есть вы закончили ким-эп, ким-эп по специальности администрирования или... Госуправления. Госуправления. Кто музыку пишет? Госуправленцу. Я сам. Вы сами пишете? Да, я сам сочиняю. Это Пол Маккартни, не имея музыкального образования. Ну, имея такие гены и огромную любовь к музыке. Мне очень нравится творить и мне очень долгое время запрещали это делать. И, видимо, сейчас это выливается именно в сочинение музыки и текстов. Запрещали, простите, родители запрещали? Да, но они не запрещали, они были против. А родители-музыканты запрещали ребёнку заниматься музыкой? Да, в том-то и дело. Если бы они работали в газовой какой-то сфере, в которой они хотят, чтобы я сейчас работал, я бы с удовольствием там работал. Но почему я должен работать там, где я ничего не знаю? А я всегда рос среди музыкантов, и я всю эту подноготную вижу и знаю. Так что... А в каких концертах вам больше всего нравится принимать участие? Стадионных. Я очень люблю выступать на стадионе, когда народ ликует, когда их можно завести. И у меня песни немного такие не тойские, так скажем, а именно стадионного плана. Видно, что вы человек, живущий чувствами. Я просто знаю по слухам о том, что, допустим, сюжетные линии ваших клипов, да, в одном клипе он очень нежный, вы целуетесь с девушкой, в другом клипе вы с кем-то там дерётесь. Вы всё время вот эти чувства свои так ярко проявляете? Вы такой в жизни человек, да? Ну, я да, я люблю вот эти всякие чувственные штуки. Но на самом деле второй клип, где я дерусь именно, это был такой, скажем, пиар-ход, чтобы заявить о себе провокационный клип, так скажем. То есть, с точки зрения пиара я всё правильно сделал. Ну, не знаю, как народ оценил, но реакция была. А сейчас у вас есть продюсеры или вы сами занимаетесь? Нет, сам. Мамы никогда не было ни директора, ни администратора, я никогда не сталкивался даже с этим. Поэтому сейчас я всё делаю сам, ну, смотря на всё это прохождение со стороны мамы. Намного легче работать самому, когда ты сам диктуешь себе, что ты хочешь сделать и так далее. И я не могу под кого-то подстроиться, к сожалению. Ну что ж, мы пожелаем только удачи и новых поклонников, новых песен. Мы хотим пожелать нашим телевизионным зрителям сегодняшним осенним утром что-нибудь бодренького, добренького, позитивного. Хотелось бы пожелать всем зрителям программы Жены Крым всего самого светлого и доброго. Большое спасибо. И вам всех благ. Спасибо. Семье привет большой. Обязательно. Удачи. Большое спасибо. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»